РАДИО СВОБОДА Вспомним, говорит далее философ, чувство невыразимости, связанное с прустовской темой неизвестной Родины. Мы ведь правильно не верим, что это реальность, щи, каша, она не наша. За ней, несомненно, стоит блеск чего-то другого. Мы будем возвращаться к этой тоске, тоске другого мира. У Платона это называется вспомнить. Итак, то другое, что ли, было? Нет, может, его и не было. Мираб на всякий случай своим грузинским студентам подсказывает, что этого могло и не быть. Скоро звонок студентов пора будить. Мираб касается также проблемы рая. Рай есть потерянный рай, которого, оказывается, тоже никогда не было. Это тоже цитата из Пруста. Так что напрасно мы пялимся в небо, за что не ухватишься, ничего у нас не было. То есть, попросту говоря, у нас, у каждого есть небывалые идеалы, небывшие, нереальные, несопоставимые с простыми делами, с простынями, одеялами, штанами, трусами, кастрюльками, папашами и мамульками. О, собачьи лаи! Но те небывалые раи ведь нам откуда-то прислали. Мы все их знаем. И всем миром сравниваем тот мир с этим. Не в его пользу. А что, собственно, происходит? И что это на нас на всех находит? Почему все кричат, что наш мир говно? Ведь ничего другого человек не производит. Причём очень давно, начиная с древнего мира, все мы мишени этого тира, в котором стреляет пьяная судьба, выбирая цели получше. В компании здоровенного лба. Он, правда, слепой и стреляет левой рукой. Его зовут Случай. Вы знаете, я не знаю, как на радио «Свобода», а по-моему, у моей программы точно впервые звучат стихи и верлибры. Мираба частично. Да, совершенно замечательно. Была одна тема, связанная с Мирабом, но мы к ней вернёмся после выпуска новостей, пока у нас есть минутка совсем крохотная. Вот попробуйте уложиться в минутку, которая у нас осталась до новостей, на одну тему ностальгическую. Сказка-сказок, Норштейн. Что это для вас осталось? Минута. Каждый раз плачу. В одном месте, там, где идут похоронки, где написано «Ваш муж». «Ваш» — это напечатано, а муж вставлено, потому что могло быть брат, могло быть отец, могло быть сестра. Да. Вы понимаете, да? В этом месте я плачу всегда. Сколько раз я не смотрела этот фильм? Вы понимаете, что это даже выше вас? Так я уже оставляю. Да, это я оставляю на вашей совести ваши вопросы. Это не вопрос. Это ощущение, что это выше всего, что я видел и слышал, и, может быть, эта сцена в том числе. Все свободны. Гость московской студии — Людмила Петрушевская. Передачу подготовил и ведет Виктор Шандерович. Эфир 18 января 2004 года. Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шандерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня гость нашей студии в Москве — Людмила Петрушевская. Я долго, много, как всегда, копался в интернете. Мне выдала 2 килограмма бумаги машина, когда я кликнул на Петрушевскую. Но все-таки я думаю, что особенно представлять нашим радиослушателям Людмилу Стефану не надо. Давайте-ка для начала послушаем сказочку. Один человек возвращался домой в автобусе и так засиделся на сиденье, что не заметил, как над ним нависла какая-то старушка. А когда этот человек уже собрался выходить, то он ее увидел и встал с вежливыми словами. Садитесь, пожалуйста. В ответ на что старушка сказала, раз ты такой вежливый, то пусть все, что тебе сегодня пожелают, сбудется. И она с торжеством села на освободившееся место. Сначала этот человек шел домой спокойно, но потом он пошел гораздо осторожней. Он подумал, а вдруг кто-нибудь ему пожелает, чтобы ты провалился, или что еще лучше, чтобы тебя приподняло и прихлопнуло. Или, как на днях ему сказала его остроумная жена, да чтобы духа твоего здесь не было вообще и во веки веков. Это когда он сунулся в кухню съесть пирожка раньше всех, голодный после работы. Представляете? А когда он сделал ей замечание, что нельзя кидаться, как та собака, на людей, и все-таки взял пирожок, она ответила еще похлеще. Да чтоб ты подавился вот этим пирожком. С такими жуткими мыслями он шел домой очень осторожно. Всех обходил, уступая дорогу женщинам с сумками и особенно женщинам с детьми. Всем известно, как они устают и за себя не отвечают. Особенно если им кто-то встает поперек маршрута, а именно свободный мужчина в шляпе. И вот так, очень бережно и вежливо, он добрался до дому, сел там тихо и скромно в кресло у телевизора, включил свой любимый футбол, но очень и очень осторожно, поскольку знал, что жена, которая тоже прибежала с работы с сумками и теперь топчется на кухне, жена имеет очень странную привычку. С одной стороны, она жутко не любит, когда муж просто так, как пень еловый, без дела сидит и смотрит телевизор. А с другой стороны, она не переносит, когда он суется на кухню со своими советами и якобы хочет помочь, спрашивая, а чем воняет и что сгорело, или ты что слепая, сейчас у тебя молоко сбежит. Поэтому этот человек вообще не знал, как аккуратнее прожить сегодняшний вечер. Тем более, что дети, мальчик и девочка, вот-вот должны были прийти, как последние хулиганы с улицы, где раздавались их звонкие голоса, и наверняка они потребуют переключить футбол на спокуху или на фильм ужаса. Кроме того, они иногда врубали музыку на полную мощность, до дребезжания висюлик на люстре и рюмок в баре, когда по телевизору нечего было смотреть, или когда мать прогоняла делать их уроки. И вот тогда, если сунуться к детям с просьбой сделать потише, а то не слышно голоса комментатора, то свободно можешь схлопотать такое пожелание, что окажешься в некоторых жутких местах благодаря сегодняшней доброте старушки из автобуса. Так что он, не заглядывая в будущее, просто придвинул своё кресло поближе к телевизору, приобнил его и прислонился к нему ухом. И даже не слышал, как пришло домой молодое пополнение, и что они кричали матери, и что мать кричала им. Он был наверху блаженства, наши выиграли 2-1. А дети, судя по всему, уже переместились на кухню, там стучали ложки о тарелке, день кончался, и наш бедный хозяин дома сунулся тоже на кухню, где получил свою пайку хлеба, порцию макарон с мясом и стакан компота, как в бытность свою на флоте. И был так рад тихому семейному вечеру, что завёл был разговор с детишками, а что бы они пожелали своему папке на ночь. Дети тоже обрадовались и в один голос заорали. Спокойной вам ночи, приятного сна! Желаю вам видеть осла и козла. Осла до полночи, козла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна! И он пошёл спать в приятном расположении духа. Всё вроде обошлось. И в результате всю ночь хлопотал. До полуночи он волок куда-то осла. Осол не хотел заводиться и стоял как вкопанный. И пришлось лезть под него и что-то там подвинчивать, подкручивать. Так что в результате в баке у осла открылась течь. И ровно в полночь бедный спящий человек проснулся весь взмыленный. Пошёл прогулялся, вымыл руки после таких дел и не успел снова лечь спать, как Натя. Всё то же самое повторилось, но теперь уже при участии козла. До утра он лежал под козлом, ремонтируя его. А потом заводил к козла, крутя ему хвост. Потом тащил за рога и так умаялся, что еле проснулся. И, разумеется, утром он ехал на работу стоя, пометуя прежнюю старушку. И всем уступал даже своё стоячее место. Но в переполненном транспорте с этим не очень развернёшься. И в результате какая-то нервная женщина заматерилась. «Сойди с моей больной ноги, осёл». «Сон в руку», – подумал бедный человек. Но на этом приключение не кончилось. Возвращаясь с работы домой, он напоролся на группировку детей, которые сосали пиво из баночек и спросили его, нет ли покурить. Он ответил вежливо, что нет. И в ответ получил. «Ну и рой отсюда, козёл, пока рога тебе не порюхали». Опять сон в руку, – подумал человек. Но когда вечером он не утерпел и пошёл на кухню поведать жене, как ему предсказали на вчерашний день исполнение всех пожеланий, и что из этого произошло, а кому ещё такую вещь расскажешь, то жена ответила ему от всего сердца, а она жарила рыбу. «Да чтоб ты сдох!» Видимо, умаялась женщина. И человек этот подумал, а какое всё-таки счастье, что та старушка наградила его исполнением всех пожеланий только на один вечер и только на вчера. И счастливый, и спокойный, он схватил со стола кусок хлеба, со сковородки хвост рыбы и пошёл смотреть телевизор. Всё равно что. Вот такая сказочка Людмила Стефановна Петрушевской, которую не перепутать ни по строчке, ни по голосу. Я сейчас, вы-то слушали эту сказку, а я не только слушал, а у меня ещё был такой телевизионный вариант. Я слушал и смотрел на Петрушевскую. И подумал, что, конечно, она, помимо того, что безумно талантливый человек, она, наверное, безумно счастливый человек, потому что она так замечательно смеялась, слушая собственную сказку. А на самом деле ничего стыдного в этом нет. Зря вы так глаза отватьте. Если себя не рассмешишь, то никого не рассмешишь. Себя не растрогаешь, никого не растрогаешь. Это известно. Вам легко пишется? Я на вопросы не отвечаю. Я хочу сказать вам, что на самом деле я очень волновалась, когда я шла к вам на передачу, потому что я интервью не даю и думаю, как же мы с ним сладим. Я же не отвечаю на вопрос. Интервью без вопросов, да, это сложновато. И я подумала, что на самом деле, на самом деле, наверное, Витя жутко находчивый, весёлый. Такой вот он что-то придумает, наверное, чтобы освободить меня от этого страшного дела, потому что у меня зарок, вот, зарок. Но что, я могу предложить, например, прочитать тишок, вот. А вы можете мне что-то ещё предложить. Вы мне лучше расскажите. Не будете отвечать на вопрос. Я не буду, не буду. Просто добровольно, добровольно, без всякого вопроса. Добровольное признание. Добровольное признание. Давайте тогда я почитаю из вас. Из меня? Из вас. Не-не-не, спокойно. Не пугайтесь. Кошмар. Не пропустите, бятые. Я не буду залезать на вашу территорию. Я прочитаю кое-что из того, что я прочёл про вас из ваших же интервью, когда вы, в то время, когда вы их ещё давали. О, мама. Да. Это было 20 лет назад, минимум. Но, тем не менее, видимо, и тогда вы говорили правду. Я просто задам тему, а вы её разовьёте. Это же можно. Ну, наверное. Это не нарушает вашего зарока. Наверное. Всю жизнь, читаю из Людмилы Петрушевской, всю жизнь спала среди книг, прятала под подушкой, раскладывала по одеялу на полу у кровати, на стуле рядом, ела среди книг, читая, ехала с книгой, шла по улице, вперевшись в страницу. И в школьном книгохранилище угнездилась и даже ездила в Ленинку, чтобы там получить маленького лорда Фаунтлероя и Алису в Зазеркале. Вот такая жизнь с самого начала среди книжки, такая жизнь профессорской дочки, девочки. Нет, не дочки. Ну, дочки, да, тоже. Я, в общем, да, но это ничего не значило, потому что на самом деле это... Да что рассказывать? Это история каждой интеллигентской семьи, да, посаженной, сошедшей с ума, по Кащенко, по Магаданам, там, по всему этому. Поэтому, как итог, моя жизнь, значит, собственно говоря, была на полу, на матрасе, комната 12 метров, и библиотека, больше 5000 книг, шкаф на шкафу дедушкина. Но всё это было на иностранных языках в основном, поэтому читать там мне было совершенно нечего. Дед мой знал, наверное, все языки мира, поэтому он и был, собственно говоря, так называемый, да, репрессированный. Ну, неважно. Значит, книги, книги. Вот только что, я, в общем, сейчас читаю, как ни странно, замечательную книжку, дивную совершенно книжку, которая помогает мне... Знаете, вот наступает время, когда ценишь одно только – мысль. Да? Приходит мысль, и что-то такое высекает. И у тебя тоже начинается этот вот процесс, этот думание, да, который так вот в жизни как и жалость, так и размышление не такой частый момент, да? И вот вдруг из книжки высекается какая-то мысль. Ну, не часто, да? А вот ту книжку, которую я читаю сейчас, её можно назвать просто, я не знаю, энциклопедией мыслей, да? Это, я читаю ему Мурдашвиль Мираба, да, любимого моего писателя, которого я считаю там равным Прусту, вот, потому что он настолько много высекает у людей вот этих искр. И, ну, у меня с ним очень смешные отношения. Когда-то в своё время мы с ним очень сильно поцапались. Жутко совершенно. Мы сидели за одним столом, значит, в хорошем месте, пили вино, там ели шашлыки, он приготовил шашлыки. И он сказал, у русских нет духовности. Охо. Ага. Ну, а чём мне ещё надо? Вот. Мы с ним, значит, сильно поцапались. Но, вы понимаете, у меня в распоряжении была всего одна цитата. Да и то я её, что называется, услышала от одного умного человека, что нет национального характера, а есть национальные характеры. И в каждой нации, в каждом народе есть свои Дон Кихоты, и есть свои, там, Чацки, да, и есть свои Платона-Каратаевы. Да, вот все типы вы найдёте в любом народе. Вот. Ну, он меня положил, что называется, вот фигурально на лопатке, потому что у него цитата-то была. Ага. Понятно, да? Профессор ля-ля. Вот. И в конце концов мы все засмеялись. И он стал угощать всем, всех с шашлыком. А я спросила, место-то где вы достали? В те времена были. Он говорит, ну вот на Ленинском... А те времена-то какие? Ага, это было очень давно. Уж Мираба нет на свете. Мираба нет в 90-е. Да. Значит, это было гораздо раньше. В 80-е, наверное. Мы жили на одном Ленинском проспекте. Он мне тут же сообщил адрес магазина, в который надо прийти за 15 минут до конца первой половины дня рабочего, до прерыва. Философ-философ. Точно. И, короче говоря, значит, надо дать 5 рублей, и он тебе вынесет столько мяса, сколько ты ему скажешь. Ну, понятно. В общем, на самом деле, разошлись все с большим удовольствием. Все очень хорошо прошло. А меня все-таки мучило, что я проиграла. Мучило жутко. Я на секундочку вас... Просто это врезка, потому что я вдруг подумал, что не все знают, о ком идет речь. Мираб Мамбардашвили, не помню, что слово великий философ, один из... Один. Один, может быть. Ну, по крайней мере, из тех, кого мы застали, которым можно было... Нет, все-таки есть померанцы. Ну, неважно. Есть имена некоторые. Ну, безусловный философ, человек, который умел очень просто и глубоко говорить об очень сложных вещах. Продолжайте. Да-да-да. Он настолько просто говорил, что вот за ним записывали, собственно, его книги, это не его книги, а это в процессе, будем говорить так, перепатетики. То есть прогулок со своими слушателями. Он им читал лекции. Это все записывали. Цинокосов, его друг, выпустил после его смерти книг много. И при жизни, по-моему, вышли его книги. Мираб в последние годы жизни преподавал тбилийским философам-студентам. И последняя его книжка «Эстетика мышления» как раз вот им. И я его читаю. Да. Но чем кончился наш тот раунд? Конечно, я написала стишки. Полным-полно духовности у лондонского кокни. Но не найдешь духовности у русского хоть лопни. Все почему? А потому у лондонского кокни нет уважения никому, хоть палкой стукни к кокни. Заставь такого хвост давать и в лапу мяснику давать. Он живо кликнет гвардейца от Букингемского дворца. Вот я ему послала эти стихи. Мне сказали, он смущенно хохотал. У микрофона Виктор Шандорович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. У нас звонок. Это вы отвечаете. Радиослушатель предупреждает, что звонит не с вопросом, а с темой. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Я звоню из Санкт-Петербурга. И я хочу предложить такую тему. Сейчас очень важно, очень много происходит бытового насилия в семьях. И уже речь идет о таком изощренном насилии, когда не просто бьют, допустим, мужья своих, а, к примеру, могут из-за семейной разборки какой-то, например, поместить в психиатрическую больницу, чтобы потом мать лишили возможности воспитывать ребенка. И это очень такая уже широко распространенная ситуация. И вообще это очень большая проблема. И я вот хотел сказать, что вот по таким случаям, наверное, можно было бы написать какой-то роман или какую-то повесть такую полудокументальную. Спасибо. Спасибо за тему. Да, это еще одна тема Светлане Алексеевича, я так думаю. Потому что это ее епархия, эти вот ужасы нашей жизни. Все такие подкожные. Но дело все в том, что... Вот очень интересно, да, но в прошлый понедельник я сдала в издательство книгу, которая называется «Номер один». Или «В садах других возможностей». И там это есть. Там это есть. Как... Ну, герой этого романа – вор. И это его жизнь. Вот такая странная штука. Ну, так возвращаемся к Мирабу. Возвращаемся к Мирабу. И в связи с Мирабом новую тему я хочу... Давайте я сейчас закончу. Это, да? Ну вот, Мираб потом... Значит, он уже вот в Тбилиси. Мне потом передали, что у него над столом прикнопленная, вырезанная была моя сказка, «Пусть кебят» из газеты литературной 1984 года. Я вот все время с ним беседую. У меня книжки его исписаны по маргиналиям, по полям. И недавно я подумала, почитала, почитала эти свои его споры, вернее, мои споры односторонние с ним. И подумала, ах, так это же Верлибр, потому что и Мираб пишет довольно часто такими вещами, вот, Верлибром. И вот я принесла с собой то, что я сегодня ночью написала. Мираб, цитата точная, кавычки, «что-то неизвестное другое манит нас и вызывает тоску», кавычки. «Вспомним», говорит далее философ, «чувство невыразимости, связанное с прустовской темой неизвестной Родины. Мы ведь правильно не верим, что эта реальность, щи, каша, она не наша. За ней, несомненно, стоит блеск чего-то другого. Мы будем возвращаться к этой тоске, тоске другого мира, у Платона это называется, вспомнить. Итак, то другое, что ли, было? Нет, может, его и не было. Мираб на всякий случай своим грузинским студентам подсказывает, что этого могло и не быть. Скоро звонок студентов, пора будить. Мираб касается также проблемы рая. Рай есть потерянный рай, которого, оказывается, тоже никогда не было. Это тоже цитата из Пруста. Так что напрасно мы пялимся в небо, за что не ухватишься, ничего у нас не было. То есть, попросту говоря, у нас, у каждого есть небывалые идеалы, небывшие, нереальные, несопоставимые с простыми делами, с простынями, одеялами, штанами, трусами, кастрюльками, папашами и мамульками. О, собачьи лаи! Но те небывалые раи ведь нам откуда-то прислали. Мы все их знаем и всем миром сравниваем тот мир с этим, не в его пользу. А что, собственно, происходит? И что это на нас, на всех находит? Почему все кричат, что наш мир говно? Ведь ничего другого человек не производит. Причем очень давно, начиная с древнего мира, Все мои мишени этого тира, в котором стреляет пьяная судьба, Выбирая цели получше. В компанию здоровенного лба. Он, правда, слепой и стреляет левой рукой. Его зовут Случай. Вы знаете, я не знаю, как на радио «Свобода», а, по-моему, у моей программы точно впервые звучат стихи и верлибры. Мираба, частично. Да, совершенно замечательно. Была одна тема, связанная с Мирабом, Но мы к ней вернемся после выпуска новостей, Пока у нас есть минутка совсем крохотная. Вот попробуйте уложиться в минутку, Которая у нас осталась до новостей, На одну тему ностальгическую. Сказка сказок, Нарштейн. Что это для вас осталось? Минута. Каждый раз плачу. В одном месте, там, где идут похоронки, Где написано «Ваш муж». «Ваш» — это напечатано, А муж вставлено в том, что могло быть брат, Могло быть отец, могло быть сестра. Вы понимаете, да? В этом месте я плачу всегда. Сколько раз я не смотрела этот фильм? Вы понимаете, что это даже выше вас? Так я уже оставляю. Да, это я оставляю на вашей совести ваши вопросы. Это не вопрос. Да. Это ощущение, что это выше всего, Что я видел и слышал, И может быть, эта сцена в том числе. Это радио «Свобода», Программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы в студии в Москве С Людмилой Стефаной Петрушевской. Мы вернемся в эту студию После выпуска новостей. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svvoda.org В разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, Свобода с вами. В рамках архивного проекта Вы слушаете передачу «Радио «Свобода»» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость московской студии Людмила Петрушевская. Действительно, я сейчас не участник Этого театрального процесса. Я давно ушла из театра. Хлебнов там Замечательных впечатлений. Многажды. Но сейчас у меня идет только Два спектакля, Три спектакля. Редко довольно-таки. Но тут был такой Изумительный казус, Что мою пьесу Вот меня заставили Мою пьесу, Которую я написала 10 лет назад, Биф Фэм, Переделать Вот в прошлом Позапрошлом году И ее поставили. И она даже На новой драме Неожиданно для меня Получила приз За лучший текст. Типа, да, Это отношение Матери и дочери. Это история Двуголовой женщины. Одна голова Мама, другая дочка. Они живут в одном теле. Вот. И вот, понимаете, У меня даже есть Песенка из этой пьесы. А вот это вот афиша. Я принесла, Чтобы показать Виктору. Вот это... Да, 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 да. Этот спектакль Вот в начале февраля Будет в театре Маяковского Под крышей. Крошечный зальчик Там у нас на 80 мест. Вот. Но все-таки Время от времени Он идет. И я там Исполняю даже песню. Песня это танго. Может мы его пустим? Вот это не... Это та. Да, да. Сейчас мы... Она полторы минуты идет. Это я пою Под старую музыку. Я изображаю Старую певицу. Сейчас, секунду. Которая перед сеансом... Знаете, я просто, К сожалению, Состоявшаяся актриса. Да. Не, вы состоявшаяся актриса. Потому что то, Как вы читали сказки, Это было... Нет, ну певица, певица. Быть певицей в ресторане Была моя детская мечта. Боже, право. Все свободны. Гость московской студии Людмила Петрушевская. Передачу подготовил и ведет Виктор Шандорович. Эфир 18 января 2004 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шандорович. Это программа Все свободны. Воскресный разговор На свободные темы. Сегодня гость нашей студии В Москве Людмила Петрушевская. Мы продолжаем нашу программу. У нас есть звонок. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Это говорит Лариса Москва. Да, очень приятно. Вы знаете, я всегда восторгалась Вашими передачами по телевидению. Спасибо. Спасибо большое. Вы очень смелый и умный человек. Спасибо за доброе слово. И благодарю Вас За сегодняшнюю передачу. Да уж За сегодняшнюю особенно. Конечно. Потому что гость... Госпожу Петрушевскую. Вы знаете, Мне, Конечно, Очень понравилось Ее выступление Амам Брадашвили. И как философа Его назвали Самым выдающимся философом 20 века. Но Лично я его книги Когда брала в руки И читала Совершенно Невозможно было Мне Понимать его Потому что Это настолько Какой-то особый Высокий Стиль И Хочется Вы знаете Почитать Кого-то Омам Брадашвили И у меня Есть такое Предложение Есть Такое Изумительное Священник Георгий Чистяков Из Космы Демьянов Ученик Александра Мения Который бы мог Это Замечательно Изложить Не могла бы Госпожа Петрушевская К нему обратиться Чтобы какую-то Книгу Такую написать Вы знаете Замечательный день Немножко парадоксальная Потому что Я не знаю В каких отношениях Они были Были ли знакомы Но в любом случае Вообще Любой взгляд Со стороны Под углом Даже неожиданным углом Он всегда Жутко интересен Для читающего И думающего человека И может быть Как раз Взгляд Парадоксальный взгляд И взгляд С этой стороны Со стороны Одной из религий На этого поразительного человека Это было бы очень интересно Вот какую тему я В связи с Мамардашвили Печальную К сожалению Хотел бы задать вам Людмила Стефановна Он умер Трагически Умер в меньшинстве В накопителе В накопителе Внуковского аэродрома Почему там нет Доски Не только доски Не только по поводу Мамардашвили У нас нет доски Он умер Он был оскорблен И он Это известная история Он Был человеком Который сказал Что если мой народ За Гомсахурдию То я против Своего народа Я довольно часто Бываю в таком состоянии Его оскорбили Ему Там была безобразная сцена Ему Побросили в лицо Что он не грузин Что он предатель Тема меньшинства Как я понимаю Для вас это не чужая тема Хорошо Сейчас я открою Вот открыла я свою рукопись Я читаю стишок Давайте Моя родина мала Света свечки круг В этом круге Край стола Вереница рук Крошки хлебушка Для птиц Чай для стариков Вереница Детских лиц Во веки веков Я всегда была меньшинством Всегда И всегда Жила как разведчик В любой очереди Я молчала Нельзя было На работе молчала Я себя Все время уговаривала Вы заговорили В московском хоре Зато потом На бумажке До обыска можно Вот Поэтому Я так считаю Что у каждого Живого существа Есть право Жить в своем народе А народ Если не хочет Признавать То право Это не вопрос Да Народ не хочет Признавать То право Да-да Никогда Но это народ Для меня люди есть Люди Я их знаю Я их люблю Всех? И жалею Которых я знаю Да Так вот происходит Ну меньше конечно Тех Которые ближе всего Ну это Это как всегда Легко любить человечество Сказано Да Попробуй полюбить Вот этого Который Точно Ну давайте я еще Прочту стишок Давайте У русских женщин Серый глаз От неба У русских женщин Толщина От хлеба От руководства В сумке Мелочишка От мужика Девчонка До мальчишка Я вижу вас там еще Давайте Нет Нет Там некоторое количество Есть У нас сегодня Такой Совершенно неожиданный Замечательный формат Вот это Просто я Знаете Торопилась Поэтому я набрала Что-то такое Все дело в том Что в язычестве Были свои молитвы Какой-то безвестная Живленьица Что-то такое Вековое Так пели Приубралась Душа Приукрылась И все Нет Чтобы Авеверум Моцарт Бах А пели Улетела Моя белая Лебедушка На иное На безвестной Живленьица Я за мхамы Сестрица За зубучима Не Ава Мария Улетела Моя белая Лебедушка За горшки Она за высокие К красному солнышку В обеседушку К светлому месяцу В приберегушку На вековое Она до наживленьица Вот бы спели Моей маме Приубралась Душа моя Приукрылась За частые звезды Подвосточные Улетела Моя белая Лебедушка Вот бы спели Тогда утром Замечательно Можно То есть я не спрашиваю Я просто говорю Поворачиваем Поворачиваем Хорошо Поворачиваем Вы же тиран Людмила Стефановна Вы тиран Вы запретили задавать вопросы Поэтому просто я вынужден Тоже констатироваться Поворачиваем Поворачиваем В сторону Других имен Вот возникло Имя Мардашвили Я этого ожидал Потому что читал Как замечательно Вы о нем писали Так Замечательно Вас В какой-то момент Долго не было Не было Не было Потом раз И практически Сразу Классик Я сейчас говорю Не свою оценку даже А просто Ощущение Что всегда была Всегда была Драматурка Петрушевская Была всегда И действительно Заговорили Русским языком Может быть После Вот как После войны Володинские Вдруг персонажи Вдруг выяснилось Что люди со сцены Могут разговаривать Русским языком Нормально Тем же Каким они разговаривают Рядом с тобой на улице Был конечно Феномен Вампилова Совершенно отдельный А потом Вот этот Феномен Петрушевская Вдруг выяснилось Что со сцены Люди Такие же Вот они разговаривают Человеческим языком И сразу Да Вот я хочу Значит Как мне странно Я в общем филолог По ну что ли Принципу жизни Я собираю все время Да язык Я собираю его Я просто хочу вам сказать Что в драматургии Все очень просто Там есть два направления Два Две реки мощные Одна река Это авторская речь Это речь Которая Вся целиком И полностью Сочнена автором Это большие пьесы Чехова Маленькие пьесы Написаны у него Подостровского Правильно А большие Это он только Горький писал Только своим языком Своим языком Писал Как ни крути Все-таки Грибоедов А вот Островский А за ним Вот уже наши Володин Вампилов Это и чеховская традиция Его маленьких Любимых моих Первых четырех томов И его маленьких Изумительных Совершенно пьес Большие Они так больше Песен Без слов Упражнения для режиссеров И оселок На котором все Точат свою Интеллектуальность Зритель пошел На Кого смотрел Гамлет А кого смотрел Чехова И все Значит культурный человек Типа Вот Так вот Значит Вот эти два Просто направления Да Вот эти два направления Кто может Вот Арбузов был Второго направления Он был поэтом И он был очень родственен Горькому Это мало кто знает И Вампилов И Володин Они продолжали Но ничего на пустом месте Жи не бывает Вот Это я просто Такой краткий Экскурс Ну я тут причем Господи А ощущение какое С какой страны С какой реки Ну вы же сами Что тут Скажете Во-первых Вопросы задаете Нет Это было утверждение А вот я хочу сказать Просто что У нас два звонка Без вопросов А только с темами Это я гипнотизирую Радиослушатели Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте У меня У меня две темы Первая тема Пруст Которую Вот все любят А я не люблю Потому что Мне кажется Что это вот Уникальный случай Какого-то вот Почти клинического эгоизма Потому что Если бы Он писал От третьего лица То есть от автора Вот все эти оценки Все эти Вот еще было бы Как-то ничего А поскольку Он еще и персонаж Сам То есть это получается Какой-то вот Весь мир В себе И мир только Для себя Так Первую тему записали Давайте говорите А вторая тема Современная Современная литература Вот именно Современная Именно то Что пришло Вот после 90-х Русская литература Спасибо Спасибо И большой поклон Люблю Людмиле Стефановне Она его уже Получила От вас Спасибо большое За звонок Давайте Отчитывайтесь За Пруста Что вы любите За эгоизм Пруста Тут понимаете Какая история Я хотела только Всегда Одно и то же Повторять Вечно Что библиотека Мира О которой Борхес В свое время писал Там где Собрано все Она дает Возможность Огромную Ты можешь взять Это и не брать То Взять это и не брать То И в конце концов У тебя своя библиотека И ничего в этом Ничего совершенно Ни смешного Ни зазорного Ничего в этом нет Каждый человек Утешается Своим Вдохновляется Своим Высекает Свои искры О разные камни И скажем Тот восторг Который я Допустим Испытывала От чтения Содома и Гаморры Тот восторг Который я испытывала От чтения Улиса В переводе 34-го года Был кусочек Переведен Группой авторов В журнале По-моему Международная литература Называлась Я к сожалению По-английски Это не могу читать Вы понимаете Это такое чудо Ну и это вот Это беседа Вот в конечном итоге Каждый из нас Читая книгу Беседует И я за то Чтобы оставляли Большие поля Сейчас экономят А за то Чтобы оставляли Большие поля Чтобы можно было Нота бене Да? Как раньше Кстати Вот Есть один Замечательный читатель Его зовут Полунин Вячеслав Полунин Он всё время читает Это легенда Такая что он То есть не легенда Это просто уже ходит Слухи Такой сумасшедший актёр Потому что актёры вообще Ну не сказать Что много читали Как профессия Исключение подтверждает правила А вот он всё время читал И всё время подчёркивал как раз Что при перечитывании Сам он рассказывал Что при перечитывании Не читать всё А вот только самое В конце концов всё перечёркнуто было Нет-нет Эту подлянку ему сделали Товарищи по работе Которые когда он пошёл На съёмочную площадку Аккуратно подчеркнули Всё остальное Не в силах видеть это Да действительно Между прочим В развитии вашей мысли Кто-то же сказал о том Что по поводу сетования Что невозможно прочесть Всю Если человек за жизнь Может прочесть всего Там полторы тысячи книг Если он всё время Будет читать И вот кто-то сказал Что если человек Прочёл двух-трёх авторов Но очень подробно их знает То есть если ты хорошо знаешь Условно говоря Пушкина и Гоголя То считай Что ты уже туда вошёл Всё остальное будет В значительной степени Повторно Действительно вкусовая вещь Современная литература Была вторая тема Современная литература Поскольку я являюсь Как бы одним из реагентов Или одним из участников Данного процесса Я молчу Ага Я молчу Хорошо А вот я например Пример я коих не сужу За тем что к ним принадлежу Понятно Вот именно Именно Хорошо Пока у нас есть звонок Давайте мы ответим на звонок Пожалуйста Ваши темы Добрый вечер Людмила Стефановна Добрый вечер Во-первых я хочу вас Очень поблагодарить За те пьесы Которые вы писали На которые мы буквально Бегали по много раз В Маяковку Вот лет 15-13 назад Уроки музыки И прочее Они были такие живые Острые А вот сейчас Современная драматургия У нас Очень ущербная Больная И очень хотелось бы Чтобы вы Что-то еще написали Для нас Для молодежи Народ ходит в театр Но читает мало И может быть даже Осветили тему Взаимоотношения Вот этих поколений Бабушек и внуков Ох какая замечательная тема Дело в том Что Дело в том Что значит Действительно Я сейчас Не участник Этого театрального процесса Я давно ушла из театра Хлебнув там Замечательно Замечательных впечатлений Вот Многажды Вот Но Сейчас у меня идет Только Как бы сказать Может быть два спектакля Три спектакля Редко довольно таки Но вот тут был Такой изумительный казус Что Значит мою пьесу Вот меня заставили Мою пьесу Которую написала Десять лет назад Бифэм Значит Переделать Вот в прошлом Позапрошлом году И ее поставили И она даже Вот На новой драме Неожиданно Для меня получила Приз за лучший текст Типа да Это отношение Матери и дочери Это история Двуголовой женщины Одна голова Мама Другая дочка Они живут в одном теле Вот И вот Вот понимаете У меня даже есть песенка Из этой пьесы А вот это вот Афиша Я принесла Чтобы показать Виктору Вот это Да 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 Этот спектакль Вот в начале февраля Будет в театре Маяковского Под крышей Крошечный Зальчик там На 80 мест Вот Но все-таки Время от времени Он идет И я там Исполняю даже песню Песня это Танго Может мы его Пустим Вот это Не Это та Да, она полтора минуты идёт. Это я пою под старую музыку, я изображаю старую певицу, которая перед сеансом. Знаете, я просто, к сожалению, не состоявшаяся певица. Не, вы состоявшаяся актриса, потому что то, как вы читали сказки, это было... Певица, певица. Быть певицей в ресторане была моя детская мечта. Боже, правда. Но я никогда не смогла. Нашли вы что-то, да? Есть сейчас у нас минута. Так, и что? А это связано с каким-то конкретным рестораном? Нет, нет, нет. Знаете, мы видели кого? Мы видели пертянцем в кино, вот этих, которые с платочком в руке, с декольте... Как назывался кинотеатр? Ой, кинотеатр назывался «Экран жизни». А это где было? На Садовом. В Москве? Да. Да, на Садовом кольте. Я уже колизей застал, а вот... Экран жизни, боже мой. Давайте послушаем. Садовом кольце. Вечер лёг с ней птицей на ноги, И за каждого раз в людях вверх, Вращайтесь с тобой, привет! Этот час, волшебный час любви, Первый раз меня любимой наставить, Подолись мне, что в тебя, Люди ведёт с тобой. Пусть ночь слышит над весной, Моя душною любовью, Пусть новые звезды зная будет наша любовь, Так быстро будем с тобой, Под весенней с тобою, В нашей вечеринке только ночь, Пусть новые звезды зная будет наша любовь. Да, слушайте, я вообще, во-первых, Я, конечно, бы, как и все, никто бы не узнал, Если бы вы не предупредили. Замечательно. А вот ещё одна тема в связи с этим. Ну, вам кажется, что я могла бы быть певицей в ресторане? Да, просто эта карьера потеряна, конечно. Досадно. Не, на самом деле, замечательно. И очень точно, ну, это следовало ожидать, Очень точно по стилю. Я же помню. Это практически, вы выступили в качестве этого самого фонографа, да? Да, да. Записали, записали. А вот тема ностальгии. Тема ностальгии в её таком, Поскольку я задаю тему, В немножко неприятном. Нет, нет, неприятное я не принимаю, Зачем нам портить людям вообще-то жизнь В эти семь минут, которые у нас остались. А вы знаете что, давайте, Ну, поскольку я не даю интервью, И не выступаю нигде, Давайте я почитаю стишок. Про ностальгию. Про ностальгию, да. Это я увидела фотографию Моей, как бы сказать, подружки С пионерского лагеря. Угу. Угу. Дуру маленькую, как птичка, Бог одарил красотой, Как вороне послал неподъёмные пять кило сыру, Как бомжу дал заминированную квартиру, Как пригнал новый ковчег утонувшему, Которого отпихнул ной. Итак, обозначена божественной головой, Косы светлые длинные, Типа пеньковых канатов, Небесный свет бирюзы из-под бровей, Это глаз голубой, Нос слегка не дорос, Это случается у пернатых. Подбородок, как яблоко, Свеж этот белый налив, Что тогда говорить о нежности Пятнадцатилетней пичуге, Резво-резво ножки мелькают, И нет никаких перспектив у ребят, К тому же её окружаем мы, Преданные подруги. Некрасова. Так звали эту воплощённую девичью честь, Имела вздорный характер, И легко откликалась матом На любые предложения, А также угрозы и недостойную лесть. Некрасова в этом духе отвечала всем, Учителям, старикам и солдатам. Она не стала ни артисткой, Ни женой базарного князя, Ни шлюхой на вокзале. Много лет спустя проявилась, Вызвав освещение памяти. Это она, Некрасова, В виде снимка в журнале, В невысоком чине коллектора Какой-то геологической партии. Моё детское чудо На лошадке сидело В зарослях Иван-чая, Что растёт на гарях в тайге. Видимо, для съёмки нашли Самое светлое место Некрасова Была в платочке, в ватнике И во всём остальном кирзу включая. Но это была Некрасова, Прекрасная, как невеста. Тоже личико, нос, подбородок, Кудрю, щёк. Те же ясные очи, Те же губы, переспелая вишня Показалась из мрака С перстами пурпурными эос. Подождём ещё. Продолжается жизнь, В которой женская красота Вещь опасная и излишняя. Как замечательно. Спасибо. А, да, дурацкий вопрос. Да! Сказал я и зашил себе родство. Тема. Дурацкая тема. Стихи. Я не помню, чтобы вас где-то Идентифицировали, Простите за дурацкое слово, Как поэта. А стихи совершенно, Они мне напоминают Володинские стихи, В том смысле, что это и не стихи даже. Конечно, это проза. А это способ изложения, Способ существования внутри. Да, 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 вы правы совершенно. Вы правы абсолютно. И что с этим поделать? Непонятно. Да ничего с этим делать. То же, что делал, наверное, Володин. Просто не лениться записывать. Вот замечательно. Для меня это огромное откровение, На самом деле, Потому что я знал сказки, Я знал прозу, Я знал драматургию. Кстати, я человек театральный По первой специальности. А это вы знали? Это мои акварели. Так, ну это меня вообще добивают уже. Ну у меня все книжки вышли С моими акварелемами. Это последние 9 томов. Только не говорите, Что вы пишете музыку. Пишу. Да, конечно. Так. Я-то думал, что я пошутил. Замечательно. Мы сегодня должны просто Уже окончательно добить Вашей многосторонности. Уже в ресторанной певице вы были. Я думаю, что мы сейчас, Для того, чтобы добить Уважаемых радиослушателей, Лишенных права задать вопросы, Мы послушаем, Как Людмила Петрушевская Исполняет рэп. Да, рэп-рэп. Это я для дочки написала. Мой бой проживает на гостном ряду, Я к нему хвостик, Как обычно веду. Большая квартира, Как колонны, Зал всюду люди, Хотя он не по воде звал. Мой бой с бородой, Да он известный чубанок, И все к ним в гости идут. Просто так. Он принимает Киньи, Копоклоп и Морзу, Все, кто прибывает В этот город Москву. Мой бой отмукнил, Такую написал, Который говорит, Как наш из капитана. Ему компания Опрызли ясный пень, Но с ним тусуют Люди все ко мне лень. Мой бой инвалид, Тупой, Не мой и бедно, И он бы и сказал словечко, Если бы мог я устав рядом, Мне заберел народ. Пусть меня кто-нибудь из вас Отсюда возьмёт. Мой бой с бородой, Но он не может понять, Что эту квартиру пора Ему менять, Но он стоит тут прямо, Прямо мой беднягой. Как черепаха в пятнах Белый породой, Он не седой, Мой бой, Ты села голубей, И чем ему помочь, Я знаю, Хоть умей. Тут такие дела, У него много птиц, И их, Если дел вообще не знает, Хранить. Сейчас на носу, На голове им всё равно, Мой бой, И как дурак, В белом пуану. Я говорю, Не можешь ты квартиру сменять, Ты же и на стране, Ты же можешь сменять. Но он стоит, Ну прямо мой беднягой. И с ним собак, Я дружный на боль, Мой бой проживает На охотном ряду, Я к нему кости Всё никак не доеду, Мне жаль, Его немерено, Ведь я не кислакс, Мой бой с бородой, Мой бедный Карл, Макс Оула. Вот так вот. А если бы вы ещё Были сейчас в студии Радио Свобода в Москве, И видели бы, Как Людмила Стефановна Петрушевская Под это дело ещё и танцует. Неправда. Не вставая со стула. Неправда. Не вставая со стула. Я исполняла просто. Исполняла. Вообще, если Эминем ещё не удавился, То я вообще удивляюсь, То у него очень сильное терпение. Мы заканчиваем, К сожалению, Мы выходим уже на финишную прямую. Напоследок, Я почти продержавшийся час в эфире Без единого вопроса, Что в беспрецедентном случае, Причём даже и радиослушатели Проявили замечательное понимание. Тактичность необыкновенную. Тактичность необыкновенную. Я вас обожаю, ребята. Вот. И вы знаете, Как та старушка. Вот это ведь сбудется. Всё, что сейчас Людмила Стефановна скажет, Хорошего вам, Обязательно сбудется. Да, я желаю вам спокойной, Хорошей жизни и радости. Замечательно. И совсем напоследок, Из интернета, Обсуждение на форум, И там про каждого, Каждого говорят. И вот замечательно, Один из заглянувших в интернет Написал про Петрушевскую. Если бы очень написал, Он было прилагательным, То Петрушевская Очень писатель. Очень. Сегодня на Радио Свобода, В эфире Радио Свобода, В студии в Москве, Была Людмила Стефана Петрушевская. Я уже не знаю, Писатель, как минимум, Но ещё живописец, Исполнечная рэпа, Певица в ресторане, И просто потрясающая женщина. Оставайтесь с нами, Приходите к нам через неделю На Радио Свобода. Спасибо, Виточка. Спасибо. Радио Свобода На этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом Работает редактор Иван Толстой.